Часть 5 Получили нового героя, короля, короля Эдгара, который состоит в рядах повстанческой группы, борящейся с империей. Все это очень интересно и начинает уже... сюжет тут нас захватывать так неслабо. Поэтому двигаемся к пещере. Я так понимаю, что сейчас нас должны пропустить. И хотелось отметить, что Эдгар у нас 17 уровень имеет, я думаю, не случайно. Именно потому, что мы так хорошо прокачались. Это приятно получить, конечно, героя 17 уровня здесь. Так, значит, давайте заглянем в бестиарий. У нас появился босс здесь, вот этот Магитех Шагоход. Двоих нам уже пришлось ушатать. У них все, только зелья да зелья. Ничего интересного особо. И вот мы у пещеры. Так, я сохраняюсь перед входом. Король Эдгар, куда вы направляетесь, государь? Через пещеры и на восток к южному Фигаро. Затем доберемся до штаба реверсии на севере. Отправляйся в замок и передай эту весть. Будет исполнено, государь. Удачи! Так, мы с вами попадаем в Южный Фигаро. Вот уже написано Южный Фигаро, хотя это пока что только пещера. Ух ты, целебный источник. Но что это за черепаха в нем? Может быть это мудрец какой-то? Вспомнилось, что в Legend of Man тоже есть мудрец-черепаха. Так. Новые противники. И целых пять сразу на нас нападают. Посмотрите, какие жало у них. Какие здоровые задницы, которыми они жалят. Это ж целое шило. Так, давайте-ка мы автокобой выключим. Посмотрим. Пока все по порядку у нас идем. Просто стык в стык. Фоппер. Зелье-зелье. А здесь тоже зелье. Шершень. Так. Ну хорошо. Тогда кражу уберем сейчас локу. Нужно еще посражаться обязательно. А как я здесь попил? Вот так. Понятно. Хорошо. Тоже можно прокачиваться. Но я хотел бы достичь этой черепахи. Тем более, что вверху я вижу выход. Как бы к ней. Торопиться некуда. Хотя этот переход небольшой. Но, ребята, надо его детально изучить. Посражаться. Есть орудие. Навык такой. У Эдгара. Сейчас посмотрим, что это такое. Фу, какие черви. Орудие. Автоарбалет, биобластер и шумовый бластер. Начнем с автоарбалета. Как это работает? Круто. У нас, кстати, два автоарбалета. Один я купил. А второй автоматически получили от Эдгара, когда он нам присоединился. Если вы помните, то второй нельзя было купить. Но вот таким способом получить два автоарбалета можно. Так, так. Не будем торопиться. Давайте еще посмотрим, что у нас на той стороне. Орудия мне понравились определенно. Я продолжу. Смотреть, как это работает. И теперь биобластер. Снаряжение у него просто было, как космодесантника. Вот она техника. Вот она, прекрасная сторона Final Fantasy VI. Но это только-только первые еще нам открываются ее прелестные грани. Теперь шумовой бластер. Класс, он разворачивает их. Похоже, это конфуз. Они начинают колбасить друг друга. Так, вот так. И теперь можем автобой устанавливать. И все-таки локу, наверное, лучше поставить кражу, если он первый ходит. Вероятность того, что он какой-то предмет нам стащит, есть. И давайте я сейчас это сделаю. В следующем уже бою. Вот это хороший пак монстров. Тут нормально так можно качаться. Так, мы находим первое сокровище. Здесь это эфир. К слову, из того, что мы нашли в замке Фигаро, их было 4 там. Зелье, антидот, перо Феникса и... Что-то... Сейчас вспомню. Золотая игла. Вот. Если я там что-то упустил, то вы мне, конечно, напишите. Но мне кажется, что мы собрали все. А вот отлично удалось украсть зелье. Автоарбалет. Лучше кайфа нет. Я просто... Балдею. Не знаю, как еще сказать о этой способности сейчас. Всем урон 300. Хорошо. Я почему еще раз сражаюсь в этой комнате? Мне интересно, здесь попадает же только вот этот вот пак монстров. Если всегда здесь 5, то качаться надо здесь. Как и добиваться их золотой короны в бестиарии. Давайте еще бой проведем. Сколько у нас там уже шагов? 15 тысяч. Два зелья. Гилл 300. Классно, ребята. Так, а вот 700 опыта нужно локу, чтобы повыситься. Хочется еще попробовать вот так сделать. Давайте поставим терру в задний ряд. Вот. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Угу, еще сокровище. Хорошо, что мы его увидели. Нельзя. Когда наша группа шла по этой пещере, Таре еще тяжело было сообразить, что ее ждет впереди. И нужно ли ей присоединение к этой группе реверсия, так она называется, правда? Может быть я перепутал, но суть вы знаете, друзья. Но одно она чувствовала своим сердцем, это осознание того, что с этими ребятами она защищена. И как-то ей хорошо. Субтитры делал DimaTorzok Я сейчас подумал, что арбалет выкалывает их, как-то попадает. 60 зелий уже. Так. Добираемся до второго сундука и берем в нем перо феникса. Ух, жарко горит огонь в этом факеле. Видимо, он газовый. Субтитры делал DimaTorzok Я все ищу тайные проходы. Тайный проход не нашел, а третье сокровище нашел. Это эфир. Это эфир. Представьте, как классно работает этот автоарбалет. То есть он сразу пачку так болтов загружает в него. И потом каждый отстреливает. Это классный механизм. Терра 16 уровень уже не за горами. Так, это... Это выход на карту мира. А здесь, скорее всего, нас ждут новые монстры. Так и есть. Три елочки на плющихе. Елочки вам нравятся? Елочки эти вам нравятся? Так, давайте посмотрим на карту мира. Мы видим, что Южный Фигаро совсем близко. Но обязательно сначала изучим область вокруг него. Я вижу там еще одно место, куда можно зайти. Наша задача изучить всю карту и окрестности вокруг этого города. Найти всех новых монстров и довести их до золотой короны в Бестиарии. Бои проходят очень комфортно здесь, друзья. Так, здесь вот вход куда-то. Что это за место? Гора Кольц. Видимо, и здесь будут новые монстры. Слушайте, мы... Забрели вход за место. Становится страшно. А сражения здесь будут? Давайте подождем. Да. Значит, еще и здесь найти врагов. Атака сбоку. Просто изрешетил их ноги стрелами. Так, что же... Что же это за гора? Классно будет попутешаться здесь перед тем, что мы пойдем в Фигаро. Так, вот здесь вот еще на карте был домик. Ого. А нам показывает теперь пункт назначения аж туда, вверх. Странно. Мы же еще не побывали в самом городе. Так вот. Вот этот домик. Похоже, это домик, о котором... Так же упоминала в комментариях прекрасная миссьер. Там можно лечиться. Это значит, что... Хорошо можно качаться. Так, надо понять, куда нам лучше записываться. Давайте вот сюда. Какое уютное место. Дом, колодец, вокруг лес. Я бы с удовольствием здесь отдохнул. Так, мы так тоже можем выйти. Точно здесь можно отдыхать. Ммм, что за запах? Теперь давайте, узнав то, что мы можем отдыхать, исследуем сначала все снаружи. Ух, хорошая Final Fantasy VI, ребята. Очень хорошая. Я когда... У меня все время этот вопрос не дает покоя у меня в голове. Я когда играю в эти вот старые части Final Fantasy, я всякий раз задаю себе вопрос, как можно было сделать 13-ю после вот этого всего. Имея такой колоссальный опыт, такой багаж наработок... Ответа просто не нахожу. Ну конечно, 13-ю мы тоже пройдем, я об этом говорил. Ммм, что это за запах? Он всегда будет спрашивать. Может быть, кто-то оставил носки под кроватью? Нет? Может кто-то где-то не смыл? Здесь есть уборная? Ну, только это ведро, может, из него разит. Ммм... Отдыхать можно в любой кровати. Зелья. Нет. В ведре... Тот самый чай. Его любимый. Так, вот что пахло. Значит, пахло все-таки хорошо. И это хорошо. У меня чая, моего любимого, не осталось. Но еще что-то есть. Так, и можно здесь подходить, узнавать за чай. Когда перейдешь в гору кольц, иди в убежище реверсанта в купо. Ничего себе, есть подсказка мугла на карте. Я об этом не знал. Я буду ее использовать всегда. Будем смотреть, что нам советует мугл. Знакомые тарелки. У него были точно такие же. О ком речь? Так, три стула за столом. Три кровати. Видимо, здесь жила семья из трех человек. Но может быть не семья, а команда. И прилавок. Наверное, здесь чем-то торговали. Те самые цветы. Он такие очень любил. Ммм, может он говорит о своем брате. Неужели здесь живет Сабин? Да. Видимо, да. А внезапно возникший старик, это немного пугающее явление, но давайте поговорим с ним. Эй. Не знаете ли вы, где мне найти того, кто здесь живет? Знаю, конечно. Он ушел пару дней назад, узнав, что учитель Дункан был убит. Он направился привеком в горы. Говорят, сын Дункана, Варгас, тоже пропал. Мне это совсем не нравится. Постой, постой, постой! Я хотел еще хотя бы просто посмотреть на твою красивую одежду. Эх, ладно. Какую-то информацию мы получили. Слушайте, замечательное место. Я бы, наверное, так же поступил, как брат Эдгара. Променял бы все на такой домик и писал бы там для вас прохождение на 100%. И принимал бы вас с радостью в гости. У меня тоже всегда был бы вкусный чай для вас, ребята. И теплые кровати. Чтобы после нашего приятного чая пить, все могли отдохнуть. Новый противник, кстати говоря. И можно обратиться к бестиарию. Так, идем просто тютелька в тютельку по порядочку. Урок. Или урок. Снадобие зелья у него. Это из пещеры враги. Унсили. Щит-баклер у него можно украсть. Вот. Вот уже есть какая-то задача. Зелье противоядия здесь. И здесь зелье противоядия. Ну давайте украдем этот щит. Он, наверное, на равнине нам попадается, да? Хм, слабоватая атака. Натиск 22, нормально. Натиск 22, нормально. Да, автоарбалет с этим громилой хорош, потому что, как вы видели сейчас, когда мы его не вынесли с первого удара, он может причинять боль. Так, наш шанс получить щит. Но в итоге зелье, и мне хочется понять, так же работает как в FF5 или нет. Да, то есть есть, получается, какой-то шанс появления у него этого щита. Как в FF5 было, но он намного реже, чем зелье. Ну вот здесь неудачная попытка. Может быть, это как раз говорит о том, что у этого щита. Нет. Давайте попробуем сделать осушение. Посмотрим, как оно выглядит. Ничего себе. Она выпила его до дна просто. Так, и все-таки... Может быть, щит Баклер, поэтому будем пробовать его добыть. Сейчас мне нужно, друзья, довести этих всех монстров до золотых. Также я еще за Вимагору, может быть, там попадется мне в 14-й. Все, все это сделаю, щит получу. И в Южное Фигаро уже направимся с вами вместе в части под номером 6. Было очень приятно провести с вами время за прохождением финалки. Надеюсь, что вам тоже. Пишите все, что вы думаете. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok